Мужик, чё стоишь? Машину потерял, да? Не знаю даже, как тебе помочь. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня я приглашаю вас посетить мою заправочную станцию. Я сам вложил свои деньги, все последние, чтобы открыть перспективный бизнес в игре Gas Station Simulator. Вот так я себя представляю, что вот таким вот я стану после того, как бизнес пойдёт в гору. А он пойдёт в гору, и вы сейчас сами увидите, как это произойдёт. Ведь дело всё не в бензине, а в отношении к клиенту. С клиентом надо работать. И я сейчас так поработаю с ним, что клиент охренеет. Он никогда в жизни не забудет эту заправку. Я обещаю. Смотрите, мы едем. Я чувствую себя королём не только дороги, но и всего мира. Зеркало не отражает, потому что это муляж. Мне не хватило денег на нормальное отражающее зеркало. Потому что я всё слил на заправку. Вообще всё. Я знаю, что я подниму самые настоящие бабки. Прямо здесь сейчас. Вон, вон, кажется, это моё. Поздравляем. Теперь это владеет с Dust Bowl. Dust Bowl, это типа переводится как пыльная чаша. 12 часов спустя. Меня что, похитил какой-то аризонский маньяк? Да сейчас там. Я и есть аризонский маньяк. Смотрите, погодите. А я могу взять? Тут физика предметов работает. Охренеть. Держа что-то в руках, бросьте это. Хорошо. Выясните, как войти на заправочную станцию. Моё задание. Сначала надо выяснить, как выйти. А это всё... О, смотрите, мы можем швырять. И можем швырять надалеко. Высший балл. Высший балл? Типа я швырнул просто рандомно. Я даже не попал ведь. Окей, а что сложного пройти... А, тут всё забито. Ладно, сейчас мы это всё уберём. Ну всё, мы выяснили, как пройти. Задание выполнено. Следуй за высоковольтным кабелем. Найди способ... Вот этот высоковольтный кабель. Вижу. А! Прям по кактусам прошёлся. Вот, нам сюда. Есть! Ах, как это символично. Мы не только включили электричество, но и включили свою новую жизнь, фактически. Возьмите трубку перед станцией. О, кто мне может звонить в такое время? И тем более сюда. Алло? А, это мне звонит мой дядя. Окей, всё. Пошёл ты. Пошёл ты, дядя. Я не люблю тебя. Он поздравил меня с покупкой. Даже не знаю, как это воспринимать. Как сарказм или что. Как насмешку. Знаете, я видя это токсичное облако, я уже думаю, что наша заправка очень запомнится посетителям. Я думаю, даже не знаю, зачем здесь что-то менять, когда всё так идеально и так уникально. А вот и рассвет. И на рассвете нам нужно сесть в наш мини-эскаватор, которого зовут Руди. Окей, Руди, погнали. О, смотрите, здесь можно рулить. Нет топлива. Поюбать, Руди, ты подвёл меня. Чё делать надо? Заправить. Ага, канистра нужна. Я тебе нашёл канистра. Канистру мы можем заправить вот здесь вот. Блин, я использую свой же бензин и не плачу себе даже за это. Как-то в убыток я себе работаю, походу. Но, как говорится, нужно немножечко вложить денег, чтобы потом получить ещё больше. Давайте, заливаем Руди на максимум. Тоб, блин, пахал мне. Понятно, с утра до ночи. Всё, понеслась. А почему ковш не поднимается? Я не понимаю. Смотрите, как я выгляжу. Я выгляжу как-то очень бледно. Такое ощущение, как будто бы я реально маньяк, который надел чужое лицо. Лицо своей жертвы. Так оно и есть. Такая легенда. Что ж, давайте убирать песок. Но это, видимо, не тот песок, который мне нужно убирать. Вот этот надо убрать. А, я думаю, почему клиенты не едут? Ведь песок прямо здесь лежит. Давай, загребай. Загребай, Руди, твою мать. Что мы делаем? А, мы охлаждаем турбины наши. Всё, наконец-таки Руди поднял. Хоть что-то сделал. Значит, я жму на левую кнопку мыши, и песок просто разлетается. Я его, типа, высыпаю или что? Такое, я могу его высыпать на дорогу. Сыпем, сыпем максимально. А вон и первый клиент едет. Я знаю, ты очень хочешь заехать сюда. Что она будет делать? Там женщина. Бибикает мне. Я позигнал тебе в ответ, но мне нечем. Заходи на мою заправочку, а? Давай, мы тебя поправим. Вот сюда тебе надо съехать. Мы можем её скорректировать. Нет. Езжай сюда. Да, Руди приказывает тебе поехать подзаправиться. Ты недальновидная чёртова женщина. Ты же встрянешь там в пустыне. Ладно. Пойдёмте высыпем песок. Всё, сбрасываем песок. Теперь же нам нужно открыть заправку. Вот почему никто не едет. Всё, открываем. И клоуст меняется на оупен. А я знаток маркетинга. Посмотрите. Красивую девушку поставил на вывеску. И всё, клиентов сейчас будет хоть отбавлять. Пополни запасы топлива с помощью ПК. Ага, мы заказываем доставочку. Поставка топлива. Давай на всё. Всё, у меня нет столько денег. Ну ладно, заказываем сколько можем. 55 баксов у меня осталось. Что это за иконка? Курьер едет. Вон он, 200 метров осталось. Давайте выйдем, встретим его. Здравствуй, курьер. Я ждал тебя. Какая прикольная у тебя машина. Заворачивай, давай. А я пока буду ловить клиентов. Ловить клиентов. А, эти маньяческие мои замашки. И всё, это в прошлом осталось. Я больше этим не занимаюсь. Я на пенсии. И теперь я нормальный человек. А, вот и первая жертва. Эээ, клиент, то бишь. Проезжай. Вот тебе сюда, видишь? Почему он не хочет ехать? Его смущает моя маньяческая внешность. Да ты бы на себя посмотрел. Посмотри, на какой ты машине едешь. Это же настоящий изнасилмобил. Кстати, он не хочет ехать. Вот, бери пример с этого чувака. Он заехал. Блин. Ладно, хрен с тобой. Включаем турбо. Давай орудие на полную. Бэм. Смотрим. Что нужно сделать? Серьёзно? Этот чел похож на Илона Маска. Илон Маск, ты что тут делаешь? Видимо, события этой игры происходят до того, как Илон стал миллионером. Тебя ждёт большое будущее, Илон. Я прям вижу это сейчас. Ладно, давайте заправимся. Спасибо, что заправил нас, братиш. Вот тебе подарок. Эй, бери игрушку. Ладно, я сейчас сам положу. Пока. Не скучай там. Сволочь, не взял подарок. Задание. Проверь навыки в игровых автоматах. Что за игровые автоматы? Ох, здесь и правда есть игровой автомат. Car Frenzy. Давайте попробуем. А, нихрена себе. Ну что ж, тут какая-то мини-игра. Давайте попробуем победить сходу. Машина управляется довольно-таки легко. Осторожно. Вписывайся в повороты, даже можно прыгать. А, блин, зря я это сделал. Запорол себе весь рекорд. Так-то мне некуда торопиться с этой машинкой, потому что лучшее время на данный момент это 0-0-0-0-0-0. И я приехал на финиш. Что ж, теперь лучшее время у меня. Я чемпион по умолчанию. Давайте теперь посмотрим, как наш бизнес идёт. О, клиентик приехал. Ну, здравствуй. Выходи, да, братан, как у тебя дела? Какие усы прикольные. О, ты тоже любишь теребить усы, да? Да. Ты состоишь в клубе усачей. А я даже знаю эти усы, ты их из набора взял, что ли? Усы, кончики которых нужно теребить. Усы, кончики которых не нужно теребить. Ладно, сейчас я тебя попробую заправить. Честно, не знаю, как я это буду делать. Понимаешь, это мой первый раз, я так нервничаю. А, вот сюда нужно, да, вот в эту штучку вставить. Ну, давай попробуем. Оп. Блин, как это всё волнительно. Нажать шип для запуска ускорения. Стоп, стоп, стоп. Всё, я тебя заправил, радуйся. И в подарок тебе доска за счёт... Да почему доска... Почему всё проваливается сквозь машину? Блин, мне кажется, люди захотят заходить в мой магазин отсюда. Давайте уберём весь этот мусор. И как-то нехорошо, что это будет всё возле входа валяться. Надо куда-нибудь убрать, чтобы не было видно. А, блин, не знаю, давайте на крышу кинем. Вот, да, отлично. Купите мусорный мешок, мне говорит игра. Всё, мешок куплен. А, мы можем всё это собирать. Ну, давайте попробуем, как это будет выглядеть. Классно выглядит. Всё, сейчас будет такая чистая заправка. Вот как раз таки пикап подъехал. Что ж, вот у нас мусорный мешок готов. Мадам, можно я вам его отдам? Есть. Отлично. Его можно использовать, чтобы... Давай поиграем с тобой. Оп. Что она делает? Она блокирует его? Она мне показывает какой-то жест. Очень неприлично с вашей стороны, женщина. Ладно, давайте заправим её, чтобы отвалил уже, наконец, от меня. Так, так, так. Я тебя недозаправлю, понятно? Мне не нравится, знаете что? Что приезжает всего лишь по одному клиенту. Моя заправка не выглядит престижной и востребованной. Сейчас мы тебя заправим. Надо что-то придумать. Так, Руди, пойдём поможешь мне. У меня есть идейка. И вот стоп. Нам нужно создать видимость популярности. Да, чувак, можешь не смотреть на меня так. Ты будешь здесь стоять и имитировать огромную очередь, как будто все хотят на мой заправку. О, что это мой шкафчик здесь валяется? Ему не место на дороге. Его место вот здесь. Купите метлу и возьмите её через таб. Метла. Есть, куплена. Что мы можем с ней сделать? Охренеть. Охренеть, мы можем всё это толкать. Обожаю тебя, игра. Просто спасибо. Как я скучал вот по таким вот играм, когда можно делать вообще всё, что угодно. Игра просто меня вынуждает. Грубо говоря, она такая, провоцируй меня. Давай, фигачи. Я буду фигачить. Сейчас мы весь этот мусор вычистим нафиг. Вот сюда. Тем временем у нас тут аншлаг. Да, 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 да. Пожалуйста, продолжайте. Это гимн моей заправки будет. Смотрите, какие довольные клиенты. Ах, даже полицейский такой смотрит на меня. Ну, Евгений, конечно, классная заправка. Ничего не поделать. Такая вот очередь. Очень популярная заправка. О, что я это сделал? Я что, сильный? Я что, Халк? Халк смэш. Я могу двигать. Погодите, я могу двигать машину каким-то образом. Женщина пытается въехать обратно в очередь, но уже встали, уже заняли. Женщина, почему вы лезете вне очереди? Тут было занято. О, как ты? Как это? Когда ты успел перевернуться? Давайте. Мы просто уберем это. Просто уберем подальше. Как-нибудь вот сюда. Оп! Ты чудо метла. Продолжай сигналить. Это тебе не поможет. Охренеть. Охренеть. Я всемогущ. Ой, блин, блин, блин. Какая-то машина брейкдэнс может танцевать. Обычно в фургоне похищают людей, но теперь я похитил фургон. Вот так я клиентов своих добываю. Мне всегда нравился, знаете, такой декор, когда машина на крыше стоит? У автомастерских такое часто бывает. Я вот тоже себе такое хочу. И как-то так, погодь, 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 почти у цели. Ой, блин, кажется, я перестарался. Больше мы ее не увидим. Моя заправка всего второй день работает, а уже так много народу. Ну и пофиг на ту девку. Я хочу машину покруче, постильнее. Да я не могу работать, пока у меня не будет красивого декора. Ой, блин, я затолкал машину внутрь. Пусть так и будет, хорошо. Привет, как дела? Ты сюда что, пешком шел? Ты больной, конечно, тут пустыня, жара, пипец. Иди зайди водичкой купи. Зацени, какая там машина внутри станет красуется. И не спрашивай, как я ее туда затащил. Так, а кого бы мне выбрать для декора? Вот тебя. Тихонечко, тихонечко, тихонечко. Сейчас мы ее туда запыльнем. Давай. Оп. Ай, ты переброс. Мне нравится появляющаяся иконка запись. Типа игра решила, что этот прогресс стоит сохранить. Вот, мне очень нравится этот декор. Посмотрите, как стилево. Ой, я и забыл про тебя. Я когда-то уборщица злая. Ну, убери ноги, пожалуйста. Я тут под мета, между прочим. Этот чувак тебя проклинает. Какого хрена я поехал объездной дорогой? Я что, фильмы не смотрел? Кто это? Ты кто такой? Проблема. Деннис будет иногда появляться на станции и рисовать граффити на стенах. Я не вижу в этом никакой проблемы. Пусть рисует. А, фу. Свинья какая, а? Так, ну вот это мне уже не нравится, конечно. Получай метлой. На тебе метлой, Деннис. Ах ты сорванец. Куда ты побежал? А, кстати, откуда ты прибежал? Ты вообще тебя не догоню, что ли? Ах ты сволочь. Я только что осознал, что могу, оказывается, забираться на эту крышу. Мне нравится, что этот чувак даже не бибикает. Он смирился с положением своим. Вот, вот что за времена, да? И вообще непонятно, от чего пробки образуются. Казалось бы, сегодня выходной. Не час пик, а час ночи. И все равно пробкой вообще непонятно. Давайте попробуем разгрести этот завал. Простите, офицер. И тебя. И тебя, и тебя. Всех разгребу сейчас. Все, давайте Руди уберем. Пусть он постоит вот здесь. И дадим спокойно клиенту прийти. Посмотрите, как двигается Луна. У нее FPS проседает очень сильно. И что, и никто из этих людей не захотел ко мне приехать? Посмотрите, что происходит здесь. Так, я хочу полицейскую машину к себе на крышу. И в целом как-то странно, что слишком много полицейских скопилось. Как будто бы меня в чем-то подозревают. Мне не хочется лишних подозрений. Поэтому давайте-ка избавимся от них. О, мусор приехал вывозиться. Ну, да. Сейчас только чуть-чуть подправить надо. Вот, какая красота. Собственно, нам нужно купить валик и покрасить стены. Так не бибикай здесь. Ты в помещении находишься, между прочим. Что ж, давайте воспользуемся валиком и покрасим стены. А, так. Ой. Испачкался, извозюкался я. Эх. Это как-то странно делается, но в общем мне нравится. Красивая одна стена. Найти подходящий инструмент для взлома багажника. Здрасте. Окей, да, тебя взломай. У нас-то есть кандидат. Ага. Тихо. Вот, успех. Какую-то хрень нашел. Ну ладно, давайте попробуем теперь взломать полицейского. Вот, очень легко. И он пустой багажник. Ну, что за говно? А у тебя? Эх. Тревога. О, боже, чувак тебя грабит. Не переживай, полиция близко. Картина даст боу. За 17 баксов ее можно продать. Нам нужно повесить картину. Вот это вот, внутри заправки. Так, дайте подумаю, куда можно ее впендюрить. Сюда, по-моему, идеально. Она чуть-чуть слегка совсем видна из-за двери. Люди будут, скорее всего, биться об нее башкой. Зато заметят. Теперь пробка с этой стороны. А, ну конечно же, утро. Час пик. Все идут на работу. В другую сторону теперь. Сейчас мы разберемся. Сейчас все будет хорошо. Мне нравится, как он отчаянно рулит туда-сюда. Задний ход ты, конечно же, не додумаешь. Обрубить. Все, полетел. Оп. Вот, теперь могут спокойно проезжать все. До свидания, мистер Мусор. Я не тебе, я полицейский. Давайте теперь купим два стеллажа. Будет с напитками один. И с закусками. Самый ходовой товар нужно ставить на видном месте. Поэтому поставим его прямо вот сюда, перед входом. А теперь парковочное место давайте купим. Куда же нам его разместить? Да никуда. Прямо вот сюда давайте. Вы не можете совершить покупку до очистки территории? Руди, вперед. Ты видел, сколько гостей у нас может быть. Им надо где-то парковаться. Поэтому давай расчистим. Теперь, наконец-таки, мы можем купить парковочное место. Вот оно. Пройся. Есть. Вау. Очень красиво. И кто-то наполнил мои стеллажи едой. Клиент. Клиент едет. Клиент едет. Руди, перестань мешать клиенту. Сейчас, 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 отгоню. Еще один клиент. Поперло. А вы что, не хотите заправляться? Вы за жратвой. Ну, конечно же. Здравствуйте. Какие у вас? Во! Ты не мог футболку одеть? Не подтяни штаны, пожалуйста. Он за водичкой. Все взял. Платить-то, надеюсь, ты будешь? Да, он пошел в обход. Мне нравится, как женщина просто равнодушно подошла. И так же равнодушно, без эмоций ушла. Но она не уйдет. Она будет тусить на крыше моей. Так, уже настала ночь. Клиент все еще ждет, пока расплатиться сможет. Извини, мужик. Извини, извини. Я тут запыхался немного, один здесь работает. Так, давайте, значит, пробьем ему. Сейчас, погоди, я научусь, как пользоваться кассой впервые. Понимаешь, что я делаю? А, в жопу эти инструкции. Давайте просто начнем игру. Так, 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 так. От, и сюда. Здорово. И здорово. Есть. Ты продолжаешь накупать себе? Нифига себе. У тебя длинная дорога, видимо, ждет. Итак, с тебя тысяча долларов. Здравствуйте, мадам. Давайте и вам пробьем все. Что это ты берешь? Не советую пить тебе это дерьмо. Тебе для фигуры будет плохо. А вот это диетическое фанто самое то. И кола диетическое, да, это правильно. Немножко водички. Это кидаем. Все, беги. Ужасно? Ну, не знаю. Теперь нужно оплатить кредит с помощью ПК. Я что? Я, блин, я весь в кредитах. Твою мать. Давайте выплатим долг. Хоть сколько-нибудь, потому что я не хочу, чтобы ко мне пришли. Смотрите, все по нулям снова. Все заново надо начинать. Ты кто такой? Эй, кто так? Ты что? У меня... Он даже не испугался моей швабры. Меня избили, и теперь... Это что такое? Это как бы прошлое сейчас показывается? Моя швабра! Она была и в прошлом тоже. Пришел некий чувак. Главарь мафии, наверное. Трясти с меня бабло. А, это мой дядя, видимо. Ах, черт. Не успел воспользоваться метлой. Что ж, давайте купим наружный декор. Моя заправка теперь уровня 2. Появился навес. И места стало гораздо больше. Блин, как здорово. Мне как раз некуда складывать мусор. К сожалению, из этой тупой катсцены все мои классные машины с крыши ушли. Мне нужен декор. Мужик, что стоишь? Машину потерял, да? Не знаю даже, как тебе помочь. Вау, что происходит? Этот чувак магическим образом телепортнулся в свою машину. У них связь, понимаете, особая. Тем временем, у меня тут очередь образовалась. Боже мой, боже мой, боже мой. Давайте обслужим их покупателей. Накидал всякого говна. А, ладно, сейчас вот это, сюда, туда. Оп. Так, нам надо заправить полицейского. Сейчас. Как-то так. Довольны? Я рад за вас. Теперь садитесь в машину. Не знаю, как вы это будете делать. А, видимо, легко. Мой бизнес расширяется и улучшается. И теперь я открыл нечто наподобие МакАвто. Где продукты можно купить, не выходя из машины. Так, что вам угодно. Я думаю, вам нужно пробить новую покрышку. Вот так в корзиночку положим. Потом, наверняка, чайник хотите новый купить. Очень хорошо греет воду. И, конечно же, краска. С вас 5 миллиардов долларов. Чувак, Супермен без майки пытается догадать свою машину. Вряд ли так нужно рулить машину, но тебе виднее. О, Илон Маск, смотрите, уже стал гораздо лучше выглядеть. Костюмчик приобрел. И уже машина, собственно, есть. Желаю тебе успехов. Пока вот так вот два великих бизнесмена встретились. Казалось бы, в какой-то дыре. И оба достигнут в жизни многого. И будьте уверены, я достигну максимум в этой игре. Стану самой богатой заправкой на свете в следующем видосе. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Вступайте во все мои соцсети. Ссылки будут в описании. Думаю, в этой игре есть куда развиваться. Поэтому я попробую выиграть в нее еще разок. Но только если будет дохрена лайк. Огромное всем спасибо. С вами был Юджин. И все опять!